У вас мигрень? Вернее, вам поставили такой диагноз или вы подозреваете, что у вас мигрень? Вы испытываете головную боль в половине головы? У вас вместе с головной болью есть тошнота, рвота? Вы с трудом во время приступа головной боли переносите яркий свет, громкие звуки? Вот это все признаки классической мигрени. Существует такой опросник ID-мигрень, и я сейчас привел вопросы из этого самого теста. Вам поставили диагноз мигрени, причем поставили не с помощью МРТ, УЗИ сосудов головного мозга и шеи. Я всегда говорю об этом, что мигрень — это диагноз клинический, то есть основанный на жалобах человека. Как лечить мигрень? Первое, с чего мы начинаем, это не таблетки, а устранение факторов триггеров. Многие из вас, кто страдает от мигрени, знают, что появление приступа головной боли связано с употреблением красного вина, шоколада, после бессонницы, после стрессовой ситуации на работе или дома, если вы не позавтракали или не пообедали, то есть нарушение диеты или физическая нагрузка. Во время работы с врачом вы должны максимально подробно рассказать о том, что провоцирует развитие мигрени. Что делать дальше? Можно использовать обычные, так называемые, простые обезболивающие средства. Может быть, это парацетамол, могут быть комбинированные препараты. Но многие из вас чувствуют, что с течением месяцев или лет вашей жизни с мигренью они перестают помогать. И наступает следующая ступень в терапии мигрени — использование триптанов. На эту тему у нас есть отдельный ролик. Или нестероидных противовоспалительных средств. Про триптаны я долго говорить не буду. Единственное, я предостерегу вас от того, чтобы вы их часто принимали, потому что в течение одной недели вы можете только два раза использовать триптаны. Если вы делаете это чаще, то это верная дорога к развитию зависимости, обузы и головной боли. Не помогает ни триптаны, ни НПВП. И с триггерами вы вроде бы разобрались, что же делать можно еще. Здесь мы можем использовать несколько путей. Первый путь — это моноклональные антитела. Сейчас на рынке Российской Федерации всего два препарата, которые мы можем использовать для профилактической терапии мигрени. Сразу подчеркну, эти моноклональные антитела доказали свою эффективность и безопасность на протяжении нескольких лет клинических исследований. Сейчас в Российской Федерации мы набираем опыт использования этих средств. Я могу сказать, что в клинике у нас мы активно с ними работаем и видим, насколько хорошо они работают. Но есть проблема. Они дороги. Минимум 20 тысяч стоит инъекция один раз в месяц подкожно. Но все-таки это дорогая инъекция препарата, и надо его вводить несколько месяцев подряд, чтобы почувствовать хороший клинический эффект. Но результат того стоит. Кроме моноклональных антител есть более дешевые варианты. Это использование антиконвульсантов и бета-блокаторов. Но их вы будете использовать только под наблюдением лечащего врача. Потому что самостоятельно, огульно попить некие антиконвульсанты, топираматы или бета-блокаторы, ни в коем случае делать этого нельзя. Надо учитывать и побочные эффекты этих препаратов, и вашу социальную, физическую, психологическую активность. И те, кто из вас вынужден в силу своей профессиональной деятельности много времени проводить за рулем, или вам нужна всегда свежая голова, то бывает так, что мы вынуждены отказаться от этого эффективного метода профилактической терапии мигрени. И переходим тогда на бета-блокаторы. Но в каждом отдельном случае мы индивидуально подбираем дозу лекарственного средства. То есть нет классической одной дозы антиконвульсанта или бета-блокатора, которая подойдет всем подряд. Есть так называемые немедикаментозные нейростимулирующие методики. Одна из них доступна в Российской Федерации. Это метод Цефали. Вернее, она была широко доступна, когда вот такой приборчик Цефали можно было купить в интернете. Сейчас, скорее всего, их вы увидите только в специализированных клиниках. Кстати, в частности, и в моей клинике можно получить такой метод лечения. Сначала на лоб клеится электрод специальный. Дальше надевается сам прибор. Нажимается кнопочка. И за счет вот этого нейростимулятора, который генерирует определенные частоты импульс, происходит купирование либо мигренозного приступа, либо профилактическое лечение мигрени. Самое важное, если вы страдаете от мигрени довольно часто, не занимайтесь самолечением. Все-таки посоветуйтесь с доктором, чтобы определить тот единственно возможный индивидуальный путь преодоления этой болезни у вас. Будьте здоровы, берегите себя, живите без боли.